Привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я решила отшить для себя юбочку из трикотажного полотна. Я подумала, что неплохо было бы записать для вас видео, где я очень подробно показываю и рассказываю все этапы пошива данной юбки, потому что юбка у меня будет с разрезами по бокам. Если вы только начинаете шить и начали увлекаться этим творчеством, то я думаю, что это видео будет для вас как маленькая инструкция, где вы поэтапно можете, если вы призапаслись от трикотажа, у вас есть широкая резинка, у вас есть нитки, у вас есть оборудование, то пошлите шить юбку вместе. Нам понадобится вот такая эластичная резинка. Я очень люблю пользоваться именно вот такими вот резинками, потому что они скрывают мой дефект в области живота. Если у кого есть такие же проблемы, то советую покупать вот такие вот широкие резинки. Здесь у меня получается вся длина 60 см. Сюда я добавила 1 см на притачивание эластичной резинки наверх. Боковым швам я добавила по 5 мм. Перед тем, как вы будете шить эту юбку, вы подумайте заранее, какими способами вы будете обрабатывать юбку и какое оборудование у вас есть. Если у вас есть 4-х ниточный оверлок, вы можете шить сразу на оверлоке. Но я решила, что я сначала стачаю и потом вот я разутюжу швы. Если у вас есть подобная модель юбки, то вы можете просто снять с нее лекало, либо же построить юбку самим. Но в этом видео я покажу вам только как отшить, в следующих видео я покажу, как уже построить такую юбочку. Перед тем, как нам начинать шить, лицевыми сторонами мы ложим нашу ткань вовнутрь. И по боковым швам мы будем прокладывать 1 см, максимум можно 1,5 см. В любом случае я буду прокладывать 0,5 мм. Как распознать, где изнанка, где лицо, если у вас такая вот ткань, как у меня, односторонняя? На изнанке будет отличаться переплетение ниток, а с лицевой стороны они будут выпуклые. Либо лицо можно узнать по кромке и заранее уже сделать какие-то крестики, знать, что это у вас лицо, а это, например, изнанка. И первый наш шаг, это вот мы складываем лицевыми сторонами вовнутрь и прокладываем вот такие вот строчки до того места, где у нас будут с вами разрезы. Когда вы уже сложили ткань вдвое и поставили полувейную лапку, не забудьте поставить закрепку буквально 0,5 мм. И теперь начинаем шить. Когда доходим уже до отмеченной отметки, не забываем здесь и в конце тоже поставить закрепку. Зашел в разутюжку. Теперь получается, где наши с вами разрезы, мы точно так же сейчас с вами приутюжим. Вот этой вот маленькой надсечки я вот так вот заложу эту линию вверх и получится вот у меня вот такой вот красивый уголок. И сейчас я бы хотела вам показать, как очень быстро и легко подогнуть низ. Отмеряем здесь 3 см, подставляем картонку и утюгом все это дело приутюживаем. Если есть клеевая паутинка, то после того, как вы уже проутюжите и у вас останется здесь линия, можно отодвинуть нашу картоночку и уже положить клеевую паутинку и приклеить вот так вот на 3 см. Таким вот образом нашу юбочку. Сейчас я в этой области поставлю закрепочку, на иголочке разверну, пойду вот по вот этой линии возле оберлака и потом на иголке я вот здесь вот поверну и пойду дальше шить. Уложила резинку друг на друга, теперь я прострочу вот здесь вот один на сантиметр. Затем я эти швы разутюжу и можно сделать также отделочную строчку 0,5 мм с одной стороны и с другой стороны. И вот так вот я отстрочила свой ремень. Теперь пора его пристрачивать к юбке. На поясе я сделала меловые надсечки на лице и на юбке я тоже сделала средний шов на задней половинке юбки, спереди я сделала центральную надсечку и плюс у меня есть боковые швы. Все свои надсечки соединю, заднюю надсечку соединю с задним полотнищем юбки, боковые с боковыми и центральную надсечку соединю. Ремень я наложу вот так вот наверх, делаю отстрочку, наверное, в 7 мм. Получается я пояс настрочу на юбку. Наложила я вот так вот свой ремень-пояс на юбочку, соединила я надсечки и начинаю строчить примерно 5 мм от края. Начинаю я с заднего полотнища и когда я буду немножечко шить, я буду ткань вот так вот немножко натягивать друг на друга. Как узнать расчет в такой вот резиночке? Получается, если у вас будет находиться на талии, сделайте минус 3 см в вашей талии и тогда вот выкраиваем вот такую вот эластичную резинку. У меня будет резинка находиться на области живота. Получается я измерила окружность и сделала я минус 5 см. Ну и при этом накладывайте на себя, чтобы чувствовать комфортно вам в ней или нет. Продолжение следует...